Друзья, день добрый. Пригород Торонто. Хочу сегодня с вами поговорить о Руфтопе. Точнее о замене его фильтров. Хочу показать, какие они идут новые из завода в оригинале. Вот они. Видите, он уже просто долго стоял. Он уже успел даже отлаги заплесневеть. Вот какой он идет. То есть такой, знаете, полупрозрачный. То есть, знаете, запустить, проверить, прогнать первую пыль и все. Ну, а если уже берем нормальные фильтры, то они уже выглядят приблизительно вот так. Я не знаю, как с европейским вариантом, но поскольку я в Америке, здесь все у нас идет, как это ни странно, в футах и в дюймах. И у нас ширина 2 дюйма. Это, грубо говоря, 5 сантиметров и 25 на 20. То есть, грубо говоря, давайте умножим. Это у нас 50 сантиметров на 73. Где-то так вот. Вот такой вот интересный размер. Смотрите, у фильтров, ну, кто не знает, может быть, я думаю, что не каждый день с этим сталкивается. Кстати, для обыкновенных котлов, фернесов, которые здесь есть в Америке, идут почти похожие фильтры. Они обычно идут размером 16 на 25 и толщиной в 1 дюйм. Здесь 2 дюйма. Вот. И если мы видим, естественно, в фильтре есть направление потока. То есть, видите, смотрите, я вам сейчас покажу. Вот у нас стрелочка идет, вот она. Соответственно, у нас поток идет отсюда туда. Как это можно определить? Смотрите, поскольку как бы и воздух вдавливает его туда, чтобы его не вырвало, не вырвало, с этой стороны у нас идет, вот я вам покажу, такая железная сетка. Она покрыта, наверное, каким-то, я не знаю, то есть, она не чисто железная. Она у нас может какой-то латунью, может какой-то бронзой, знаете, я даже не могу сказать. Но в любом случае ее нельзя выломать. То есть, видите, она жесткая. То есть, не будет такое, что вот сюда, в это вот направление, в камеры. То есть, ее выломает. Поэтому ветер у нас идет, ветер. Поток воздуха идет. Вот, вот так вот. И здесь с ним ничего не происходит. И, естественно, задерживается пыль. Когда пыль задерживается, он потихоньку превращается вот в такой вот. Вот. Ну, здесь вообще как бы и сам вариант, видите, тоже тонкий. То есть, вот она, видите, она входит вон все. То есть, она такая одноразовая. Здесь у нас конструкция, видите, смотрите. То есть, конструкция у нас более жесткая для того, что даже если будет влага, то ничего не происходило. Кстати, интересный момент, поскольку как бы этот рухтоп новый, производитель вложил вовнутрь, интересно, сразу силикон. На всякий случай. Вот. Положил это, например, там для стыков или чего-то еще. Вот, смотрите. То есть, например, вот для таких вот моментов. То есть, когда что-то к чему-то у нас комплектуется, например, либо идет замена. В таких случаях у нас применяется силикон. И замазали, вон, винтами закрутили. И это нормально. Интересный такой момент, что во всех рухтопах, по крайней мере в Америке, я сейчас покажу, идет вот такой вот стандартный размер. Если я не ошибаюсь, он, по-моему, 5,16 это. Жутко необычный. Вот. То есть, все отвертки, которые для HVAC-ов здесь есть, то есть, для тех, кто-то занимается кондиционированием, отоплением, вентиляцией. Вот это вот все стандартный размер. То есть, он почти, вот, вот, понимаете, все. Это, грубо говоря, как в Европе. Вот, считайте, что у вас был бы везде ключик на 10. Все. Или там на 8, или на 10. Все. И вот он применяется везде. Ключик на 8 или ключик на 10. Точка. И вот весь рухтоп можно разобрать ключиком на 8 или на 10. Здесь это вот 5,16 и все. То есть, это 10,32. Я не знаю, считайте, как хотите, но вот такой вот жутко нестандартный размер. С этим никто не заморачивается, просто к нему все привыкли и все. Кстати, фильтры у нас здесь есть в двух размерах. Они так интересно сделали. Вот, смотрите. Размер фильтра квадрат 20 на 20 на 2. Соответственно, тоже направление. Вон, есть вращение. Вращение потока воздуха и 20-25. Я вам сейчас покажу, какая разница. Смотрите. То есть, оно немножечко дальше. Если у нас вот этот вот фильтр, видите, все, он уже сюда не влез. Соответственно, вот эти фильтры у нас ставятся у нас вертикально. Вот. Все. Вот он вертикально ставил. То вот здесь вот сбоку они у нас ставятся, грубо говоря, горизонтально. Сюда, конечно, тоже можно и 25-е воткнуть. Тогда оно совпадает по направлению, видите, ребра. Но они сделали так, что в одном месте ребра идут так, в другом так. На всякий случай. И сами фильтры. То есть, сюда у нас набирается квадратами на 20. Сюда у нас вертикально, видно, это самое внизу. То есть, может быть, чтобы оно посыпалось. Идет у нас размер 25. Всего вот такой вот рухтоп, здоровый, такую махину у нас помещается в 8 фильтров 20 на 20 дюймов и 8 фильтров 20 на 25. Вот. Как бы немало. Меняются они с интенсивностью в зависимости, конечно, от режима эксплуатации, от всего остального. Но в среднем считается, то есть, если это не производство, а отопление или кондиционирование жилых помещений, то где-то раз в полгода нужно их, по крайней мере, проверять их состояние. Если, например, там, предположим, они применяются, например, там, где идет, например, какие-то сыпучие материалы, например, там, цех что-то штампует, или, например, идет пыль металлическая, или какая-нибудь органика, например, типа муки или зерновых, или, например, там, я не знаю, там, гречка, еще что-нибудь. Ну, вот в таком вот духе, то есть, то, что, естественно, может пылить, то... Хотя, сразу хочу сказать, что вот здесь вот на, вон там вот на фильтрах, где идет у нас система вентиляции, то есть, это уже, как бы, знаете, фильтры, которые идут внутри Руфтопа, вот. А до этого у нас тоже стоят фильтры, обычно всегда они железные, они моются, и железные фильтры, естественно, тоже, как бы, обслуживаются. То есть, это, как бы, первичная очистка, а здесь уже идет вторичная, потому что железные помыть проще, а вот такую вот поменять, естественно, дороже. Во-первых, это нужно вызывать мастера, во-вторых, нужно, помимо мастера, как бы, и сам фильтр, я вам скажу, что он не дешевый. Я не знаю, сколько, но такой фильтров, наверное, стоит долларов, ну, не менее, я не знаю, вот сколько, я просто боюсь называть сумму в 15 баксов, но вот где-то не меньше это точно. И, соответственно, вот поменять комплект вот такой вот фильтров, это, считайте, что там сразу долларов, наверное, 300-400 вместе с работой оно получается. И от этого никуда не денешься, то есть, такие расценки, и дорого это. Я вам, честно сказать, я не могу сказать цены, потому что я их, я не закупаю эти фильтры, я не знаю. Но проще помыть железную сеточку. Вот. Иногда, конечно, бывает такое, что еще забываются, забываются вот эти вот теплообменники, колы, они здесь называются, коэш-коэл. И, естественно, когда проморгались фильтрами, то есть, они начинают прорывать, потому что воздух все-таки тянет, они рвутся, эти фильтры. И, естественно, это все начинает проходить, проходить дальше. И, потому что вентилятор там, он мощный. Вот. И это заканчивается обычно плачевно, потому что его помыть гораздо сложнее, чем поменять фильтр. Вот, кстати, нужно будет еще, сейчас у меня вот туда залезть и достать вот эти еще два. Интересно, я достану, не достану, нет, это нужно какой-то, это нужно полностью туда залазить. Так, друзья, я просто в руках держу телефон, поэтому, наверное, не смогу это сделать. Все, большое спасибо. Я, так скажем так, в ненавязчивой форме вам показал, какие есть фильтры, какие они бывают, как они меняются. Сложного здесь в этом ничего нет. Надеюсь, вы получили, скажем так, несколько минут какой-то новой информации. Все, большое вам спасибо, всем Божьих благословений, хорошего дня или вечера, когда вы смотрите. Пока!